Поклонение Господу, тем более, что сегодня мы собрались для того, чтобы прославить нашего воскресшего Господа Иисуса Христа. И сегодня мы вспоминаем тот день, когда Христос въехал в Иерусалим как Царь. Хотел бы зачитать этот текст из Евангелия от Марка, 11 глава, несколько стихов. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифаге и Ифании, и горе Илеонска, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Ассанна, благословен грядущий во имя Господне!» Благословен грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида Ассанна Вышних. Вот такая история с нашим Господом Иисусом Христом. Очень, наверное, своеобразно происходил этот вест в Иерусалим, потому что на то время все старались властвовать и царствовать. И казалось, что Царство Господа, оно где-то в стороне. Рим завоевал практически весь мир. Израиль растерзан Римской империей. Пилат, Ирод и другие правители, которые сильно хотели властвовать. Но, братья мои и сестры, наверное, как в свое время Христос сказал и ученикам, не ученикам, а книжникам и фарисеям, вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей. И вот именно в этом въезде в Иерусалим Христос показал и силу Божью, и исполнение Писания. То же самое, наверное, созвучно для нас с вами. Очень хорошо, когда каждый знает и Писание, и силу Божью, которая проявляется в нас в Иисусе Христе. Поэтому приглашаю к молитве. Каждый из нас да помолится, чтобы радость Господня наполнила наши сердца, чтобы Дух Святой просветил наш разум, чтобы, когда мы слышим Слово Господне, оно преображало нас для славы Господней и также готовило встречи с нашим Господом Иисусом Христом. Помолимся. Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за милость Твою и доброту. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, будучи Богом, пришел в этот мир для того, чтобы умереть за грешных людей. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты совершил дело искупления. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты также и нас посетил своим посещением, и мы узнали истину. Ты открыл нам Писание, и радуемся тому, Господь, что сегодня Ты вновь и вновь обращаешься к нашим сердцам, чтобы мы могли быть похожими на Тебя. Благослови нас, собравшихся во имя Твоем, и дай славу Твоему имени, имени Отца, Сына и Святого Духа, да будет слава во всем. Аминь. Давайте мы вместе поклонимся Господу в пении. Благослови нас, собравшихся во имя Тебя. За новый день малу Творцу поет природа, мы воспрянем в радостной плане. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Как дивно все, что сотворил наш Бог великий, да, звучит и слава, и хвала. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную любовь. Его спасение дам, имею я и счастье в эти метро. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную любовь. Слава Богу, слава Богу за дивную любовь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу за дивную любовь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу за дивную любовь. Слава Богу. 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 Он знает, что через несколько дней эта же самая толпа народа, которая сегодня воздает ему почести, как царю, будет требовать ему смерти с пригоровом, да будет распят. И несмотря на все это, послушайте, друзья мои, Господь сокрушается о Своем народе и городе Иерусалиме и плачет о них, говоря, Иерусалим, Иерусалим. И сбивающий пророков и камнями побивающих посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих, под крылья и Вы не захотели. Все оставляется Вам дом Ваш пуст, ибо, сказываю Вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне. Из моей груди лично рвется вопрос. Господи, но Ты же знаешь, какую участь приготовил Тебя Твой народ и город. Почему же Ты плачешь о них и хочешь собрать их, как птица собирает птенцов? И в свете этого вопроса я сегодня хочу показать одно удивительное качество нашего Господа и Спасителя. Что руководило им в этот момент? Апостол Павел в послании Тимофея открывает это качество. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Братья и сестры, у меня лично нет слов, чтобы объяснить это качество Бога. Я могу только это сказать словами Евангелия, которое говорит. И уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христу. Тема моей проповеди – «Прощаются тебе грехи твои». Как вы думаете, сколько раз это выражение употребляется в Новом Завете? Два раза. На страницах Евангелия мы находим и читаем эти слова, сказанные Христом. Первый раз Иисус сказал это расслабленному человеку, помните, которое четыре друга его на носилках принесли. Второй раз эти же слова, слово в слово, Иисус повторил женщине, которая пришла в дом Симона Фарисея, куда был приглашен Иисус на обед. И вот эта женщина, которая обливала слезами ноги Спасителя, мазала их миром и обтирала их волосами своими. Но это вовсе не означает, что только этим двум людям простил Христос их грехи, или это только относится к им. Но вы знаете, примечательно, что вот это слово «прощаются тебе грехи твои» Евангелие недвумысленно подмечает, что эти же самые слова Иисус Христос сказал мужчине и сказал их женщине. То есть во Христе Иисусе сегодня всякий человек, мужского или женского пола, который приходит к нему, он получает прощение грехов. И как мы уже с вами слышали, который хочет, пишет Павел в послании Тимофею, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В основу нашей беседы я хочу предложить вам как раз вот этот первый случай, когда слова Христа были обращены к расслабленному. И Иисус сказал ему, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Три евангелиста Матфей, Марк и Лука освещают это событие. Я сегодня хочу предложить текст. Братья, пожалуйста, покажите слова. Это записано в Евангелии от Матфея, глава 9 со 2 по 8 стих. Матфей пишет. «И вот, принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, их сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе. Он богохульствует. «Иисус же, видя помышления, их сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, послушайте внимательно, каждый находящийся в зале, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи». Тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославив Бога, давшего такую власть человеком. Аминь. Многое сказано в этой истории. Но истина, которая особенно проявляется в этой истории, это факт прощения грехов. Послушайте, эта истина самая наиважнейшая, потому что главной и основной темой Евангелия является как раз-таки прощение грехов. Именно этим отличается учение Иисуса Христа от всех остальных религий, учений и философских течений. Именно благая весть Евангелия заверяет, что человек может получить полное и абсолютное прощение всех своих грехов. Аминь. Без прощения грехов человек не имеет доступа к Богу. Без прощения грехов нет возможности общения с Ним. Поэтому прощение грехов – это самая великая благодать Божия. Это главная нужда каждого человека. Вот почему псалмопевец Давид пишет в Псалме 31 следующее. «Блажен или счастлив тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Но послушайте, здесь есть одна очень важная деталь. Псалмопевец в этом же Псалме 5 стихом говорит о том, что я не могу за вас принять решение. Христос прощает грехи тем, которые приходят к Нему с этой нуждой. Давид пишет так. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Ну, давайте вернемся к нашей истории. Итак, «Дерзай, чадо». Это первое, что сказал Христос больному. О, сколько сказано этими двумя словами. Иначе говорят, «Дитя мое, говорит Иисус, чадо» – это старославянское слово. «Тебе нечего бояться». А после этого Христос говорит, «Прощаются тебе грехи твои». Вы знаете, чтобы понять вот эти слова Спасителя, в первую очередь нам следует отметить, кем был этот человек, которому были сказаны эти слова. Это был совершенно беспомощный, парализованный инвалид, которого должны были носить на носилках его друзья. Он, возможно, не мог даже говорить. Кстати, мы ни слова не слышим от него до тех пор, пока Иисус Христос его не исцелил. Помните, в другой евангелист подмечает, когда ему задали вопрос, «Кто тебе позволил это делать в субботу?» Помните? Он говорит, «Тот, который меня сказал, он мне повелел». И все, что он мог делать, давайте нарисуем себе эту картину. Беспомощный инвалид, парализованный. Он мог неподвижно лежать на своей постели. Вы знаете, вот в образе вот этого расслабленного я вижу яркий прообраз грешника, который рисует нам священное Писание. Пророк Исаия примерно освещает эту ситуацию духовной инвалидности или убогости или парализации грехом. Он пишет так. «Во что вас бить еще?» – говорит Исаий. «Продолжающее свое упорство». Это Господь Бог через пророка говорит. «Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные елеем». Вот именно таким рисует Слово Божие грешник. Друзья мои, грешник бессилен делать что-то доброе по причине, что он мертв во грехах своих. По природе он чадо гнева. Он живет по обычаю мира сего и по воле князя мира сего. Таким видит Бог каждого человека, не познавшего Иисуса Христа. Наша с вами задача – указать грешнику, что он сам не может сделать ничего, чтобы заслужить спасение. Только спасающая сила не в человеке, а в ком, конечно же, во Христе. Он один может спасать. И лишь единственное средство, к которому может прибегнуть грешник в данной ситуации – он может верить. Друзья мои, в это нужно поверить. А вера приходит, Писание утверждает, через слышание Слова Божьего. Сегодня звучит Слово. Твоя и моя задача – принять его верою и понять, что Господь Бог только этого и требует от грешника, более он ни на что не способен. И вот этот расслабленный не имел ничего, кроме веры. Представьте себе такую картину. Всего их было пять человек. Четверо друзей, которые принесли, и расслабленный на носилках. И мы читаем, Евангелист говорит, «И видя Иисус, веру их, особенно веру расслабленному, Христос сказал, «Дерзай, дитя!» Как вы думаете, в чем же выражалась вера расслабленного, который лежал беспомощно, не двигаясь, не говоря? Дело в том, что сам этот расслабленный мог прийти к Иисусу или не мог? Его принесли. Но послушайте, это было по его желанию, с его согласия. Это была его молитва без слов, вопль без звука, вера без движения. Не было сказано ни одного слова. Ну, до чего выразительно, понятно и совершенно была эта мольба, которая просто кричала в его глазах, во всем его порыве, насколько позволяло его расслабленное тело. Расслабленный не сказал ни единого слова. Он только взирал с верою на Христа. «Чада!» Говорит евангелист. «Дитя мое!» Как нежно! Господь Иисус обращается к каждому грешнику. Эти слова являются вступительными словами к благой вести «Не бойся!» «Долой страх!» «Человеку открыт путь к Спасителю!» «Христос пришел, чтобы спасать грешников!» О, этот ложный страх!» Друзья мои, давайте посмотрим история происхождения страха. Откуда он появился? Давайте вспомним нашего прародителя Адама. Впервые страх появился у Адама, когда он согрешил. Помните, Господь говорит, «Адам, где ты?» Знаете, что отвечает Адам? «Голос твой я услышал и убоялся». Так вот откуда берет первопричина. Первое чувство страха и угрызения совести было прямым результатом греха. Страх был вызван грехом. Поэтому вступительным к словам благой вести является утешение Господа. «Не бойся, человек! Не бойся, дитя мое!» Бог усмотрел умилостивление за грехи наши. И тут же без промедления Христос говорит расслабленным. Почему ему не надо бояться? Он говорит «Прощаются тебе грехи твои». Конечно же, тут были фарисеи. Они всегда рядом. И сегодня та же самая картина. И они говорят сами в себе. Они не высказали это вслух, но Христос имел проницательность читать даже мысли человека. Они говорят «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Да, это действительно так. Но их духовная слепота, их омраченные грехом сердца не позволяли им увидеть и понять, что между ними как раз-таки стоял тот, кто имел власть прощать грехи. И что он воистину был Божий Сын. И чтобы показать им, что он воистину имеет власть прощать грехи, Христос задает им очень простой вопрос. Скажите, что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или сказать «Встань и ходи»? Друзья мои, я сегодня вот медиков хотел сказать, которые часто соприкасаются с людьми, которые привозят, особенно в иммерженси, практически живые трупы. Вот что легче сказать ему? Прощаются тебе грехи или сказать «Встань и ходи». Как вы считаете? Ну, конечно же, прощаются тебе грехи твои. Дело в том, что сам акт прощения грехов, он не виден человеческому взгляду. Это внутреннее и духовное переживание. Исцеление тела, конечно же, видно всем. К тому же, только Бог может полностью исцелить человеческое тело. И поэтому Христос отвечает им. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле, прощать грехи. Тогда говорит расслабленному «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Обратите внимание. И он встал, взял свою постель и пошел. Итак, в физическом отношении, в этом исцелении они увидели, что это действительно только мог сделать Бог. Человек на это не способен. И точно так, как в этот момент было исцелено тело, вот в этот точный момент была исцелена душа человека и была прощена, были прощены ему все грехи и душа стала здоровой без пятна и порока. И то же самое я хочу сегодня обратить внимание происходит с каждым прощенным грешником. Полная и абсолютная перемена. Это не постепенный процесс. Нам не нужно замаливать грехи. Мне очень понравилось выражение «Поверьте, что через 10 лет я не буду более прощен, чем сегодня». Вы готовы сказать на это «Аминь»? Сколько бы вы не молились, сколько бы вы не постились, знуряли свое тело, да даже через день, через 10 лет, через 20, вы не будете более прощены, если Христос прощает человеку грехи. Он делает это однажды, раз и навсегда. Пророк говорит, он взял грехи наши и бросил за хребет в пучину морскую. Один только Бог имеет власть на земле прощать грехи. И эту власть Он дал Своему Сыну. И вот смотрите, что говорит Иисус. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле, что делать? Прощать грехи. Христос, покидая эту землю, говорит, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Дорогой друг, сегодня твоя задача в это только поверить. Апостол Петр по вознесении Иисуса Христа утверждает верующих или слушателей своих в том, это в Деянии записано, о нем все пророки свидетельствуют, опираясь на священное Писание, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Иисуса Христа. Другого выхода нет. И когда-то апостол на вполне закономерный вопрос темничного стража, который просто, не знаю, в отчаянии сказал, ну что же нам делать, мужи, братья? Знаете, какой был ответ? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Итак, друзья мои, Евангелие сегодня обращается к каждому из нас. Оно призывает верить, несмотря на то, что ты мертв по преступлениям и грехам твоим, ты говоришь, я не понимаю этого, да ты и не сможешь понять, пока не уверуешь, но когда Господь войдет в твое сердце, тогда ты по-настоящему поймешь, что такое прощен грех. Во имя Иисуса Христа встань, возьми постель твою и иди. Слава Господу, что многие это уже сделали. Они вошли в новую жизнь и стали измененной жизнью по той причине, что Христос прощает все грехи. Вот оно, великое чудо Евангелия, и Господь говорит через свое слово. ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли. Аминь. Перестань надеяться на себя. Сегодня не ищи даже что-то в себе такого хорошего или оправдывающего, или, как говорят, какого-то экскьюза, что, ну, да я нормальный, вполне приличный человек, мне не стоит этого делать. Нет и еще раз нет. Христос сказал расслабленному «Дерзай, дитя мое, прощаются тебе грехи твои, и чтобы тебе не говорили другие, и даже сам сатана, не слушай и не принимай». Я хочу закончить словами христианской песни, которую мы раньше пели, замечательная песня. «Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю». Я Христом спасен, прощен и оправдан. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за это. Петербург, хотели здесь сердечные спиной на психологом и свиной во Es pent League competitions Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добро путь! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Добро путь! Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Добро путь! Не человек! Не человек! Добро путь! Добро путь! Добро путь! Добро путь! Субтитры делал DimaTorzok Добро путь! Субтитры делал DimaTorzok Добро путь! Добро путь! Добро путь! Добро путь! Добро путь! Свет в пути моем, Он приведет к небесный бой. Дорога счастья, что ведет к тебе, Ведет через волны, с волнами в борьбе. Если даже я начну тонуть, Ты руку дашь, как дал Петру. Христос с тобой, я жизнь пройду, В словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный бой. Дорога счастья, что ведет к тебе, Ведет через море, с волнами в борьбе. Суть жизни вот в чем только во Христе, Любви в полноте, давшего мне. Христос с тобой, я жизнь пройду, В словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный бой. Христос с тобой, я жизнь пройду, В словах твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный бой. А куда я иду, вы знаете, И путь знаете. Я есмь путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, Как только через меня. Аминь. Слава Богу. Это огромное привилегие понимать Писание. Потому что Бог открывается для нас в Сыне Своем, Иисусе Христе, Который умер и пострадал за нас. И сегодня, когда мы говорим об этом празднике, нужно понимать, братья и сестры, что Христос смотрел на всю эту толпу, и Он понимал самую насущную нужду каждого грешника. И то, что мог выразить каждый грешник в этой толпе, это ложно короновать истинного Царя. Ведь, в принципе, уста-то говорили одно, а сердце было, как пророк Исаия говорит, далеко, далеко. Но будем помнить, что истинная коронация настоящего Царя происходит там, на небесах. И в Псалмах мы давно читали или читаем, что «Поднимите врата верхи ваши, и войдет Царь Славы». И когда речь идет о прославленном Царе, мы видим, что Писание нас учит следующему, что придет время, когда пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и каждый человек исповедует, что Иисус Христос слава Бога Отца. Я сейчас хочу предоставить возможность поклониться Господу желающим. Если у вас есть стихи или пение, пожалуйста, вы можете это сделать для общего назидания и для славы нашего Господа Иисуса Христа. И после этого мы еще вместе споем. Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть в мое сердце ты мог бы давно за тобою иди приказать. Но зачем тебе страх и покорность работ? Ты меня хочешь другом назвать? Словом своим сотворил, ты сказал, и явилось бытьем. Жизнью, силой, движением наполнился мир, и ты вечный владыка всего. Слово, распахнуть в мое сердце ты мог бы давно за тобою иди приказать. Но зачем тебе страх и покорность работ? Ты меня хочешь другом назвать? А у сердца простого стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти. Ты не властуешь здесь, но со мной говоришь языком равноправной любви. Распахнуть в мое сердце ты мог бы давно за тобою иди приказать. Но зачем тебе страх и покорность работ? Ты меня хочешь другом назвать? Столько сделать не смогут запрет и закон, сколько в силах любовь совершить. И ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь в мое сердце, стучишь. Распахнуть в мое сердце ты мог бы давно за тобою иди приказать. Но зачем тебе страх и покорность работ? Ты меня хочешь другом назвать? Но зачем тебе страх и покорность работ? Ты меня хочешь другом назвать? Но зачем тебе страх и покорность работ? Ты меня хочешь другом назвать? Слава Богу. Дивный Спаситель Прекрасный, Наши искупители друг, Кто мог подумать, что ах нет, Бог и искупит нас от рук. О, Бог и искупит нас от рук. Сторож души и советник, Дух твой мы жаждем вдохнуть. Но моей надеждой ты сметишь, Если теряемый путь, О, если теряемый путь. Ты тот, кого прославляет, Тот, кого любит всегда, Тот, кого любит всегда, Да и исцеление им мне, Да и исцеление иметь, Наши голодные сердца. О, в наших голодных сердца. Вечный Отец всемогущий Верно Ты любишь Своих Слабости к Тому идущих Чтобы удопасть Твоих Чтобы удопасть Твоих Ты тот, Кого прославляем Тот, Кого любим всегда Дай исцеление и милость Наших холодных сердцах О, Наших холодных сердцах Ты тот, Кого прославляем Тот, Кого любим всегда Дай исцеление и милость Наших холодных сердцах О, Наших холодных сердцах О, Наших холодных сердцах Дорогие братья и сестры, мир вам Также сердечно поздравляю вас с праздником Который мы сегодня отмечаем Торжествия Иисуса Христа в Иерусалим И давайте мы прочтем один достаточно такой большой По объему текст еще написания Который записан в Англии от Луки И мы начнем читать С 28 стиха и до конца главы И я хотел показать полную панораму Как бы, что происходило в тот день В Иерусалиме А затем обратим внимание на три таких важные истины Которые открывает нам этот текст Это, прежде всего, мы в этом тексте видим Божественность нашего Господа Иисуса Христа Второе, заботу Иисуса Христа о душе человека Заботу Христа о Божественном, прежде всего И третье, это кто есть истинный Агнец Божий Который пришел взять на себя грехи всего мира Итак, давайте вместе со мной прочтем текст Евангелие от Луки С 28 стиха до конца главы Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим Сказав это, здесь чуть выше говорится о притче Которую Иисус Христос сказал народу Который его окружал И эта притча была о минах О десяти минах, которые он дал своим рабам И говорил о господине Который должен был отлучиться в другую страну И вот нашлись в этой притче те люди Которые сказали, не хотим, чтобы он над нами царствовал И нами владел И эта притча уже выражала состояние народа израильского И вот после этой притчи Лука описывая, сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим И когда приблизился к Вифаге и Вифании К горе, называемой Леонскою Послал двух учеников своих Сказав, пойдите И противоположное, противолежащее селение Войдя в него, найдете молодого осла Привязанного, на которого никто из людей никогда не садился Отвязав его, приведите И если кто спросит вас, зачем отвязываете Скажите ему так Он надобен Господу Посланные пошли и нашли, как он сказал им Когда же они отвязывали молодого осла Хозяева его сказали им Зачем отвязываете осленка Они отвечали Он надобен Господу И привели его к Иисусу И накинув одежды свои на осленка Посадили на него Иисуса И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге А когда он приблизился к спуску с горы Леонской Все множество учеников начало в радости Вели гласно славить Бога за все чудеса О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит миру твоему Но это сокрыто ныне от глаз твоих Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя И стеснят тебя отовсюду И разорят тебя и побьют детей твоих в тебе И не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих Говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы А вы сделали его вертепом разбойников И учил каждый день в храме Пресвященники же и книжники, и старейшины народа Искали погубить его И не находили, чтобы сделать с ним Потому что весь народ неотступно слушал его Вот такая картина, которую описывает нам Евангелист Лука Размышляя над прочитанным Я подумал Вот мы сегодня несколько раз уже звучало Что вот люди, которые встретили Иисуса Христа Проставляли его, написано, велегласно То есть ликовало их сердце Они проставляли Господа Видя чудеса, которые Господь совершил И потом мы ощущаем вот эту нотку грусти Почему? Потому что мы знаем о том, что через неделю Даже не неделя, а меньше, чем неделя Произойдет величайшая трагедия Которая вообще могла произойти в этом мире Распятие Сына Божия И мы говорим о том, что вот в этой радости В этом празднике присутствует Такой кулинарным языком сказать Ингредиент печали и грусти И ты чувствуешь себя Как бы вроде нужно радоваться Царь вошел в Иерусалим Царь действительно входит в Иерусалим И воспринимает эту славу Которая принадлежала От создания мира С другой стороны Понимаешь Вот вение душ человека Что будет происходить через пять дней Но знаете, друзья Это мы сегодня знаем об этом Потому что мы прочитали всю историю Которую писал Лука Это мы сегодня прочитали Это мы знали раньше Когда начали читать Евангелие Мы видим как бы всю панораму Что тогда происходило в Иерусалиме Но если на секундочку Поместить себя Вот в ту толпу Которая встречала Христа То действительно Можно воспринять это Как за искреннее Такое поклонение Народа Своему Царю Мессии Который уходил в Иерусалим И отчасти можно понять этих людей Потому что они действительно Видели Вот славу Иисуса Христа Они видели Что Он делал Какие чудеса Кормил людей И многие другие Добрые поступки И дела Он совершал в народе И у них не было грусти Грусти на лицах Или может быть даже в сердце Они наконец-то Дождались Своего Мессии Который придет И освободит Народ израильский От ига Которая была наложена Римским правом Или римским государством Этой империей И действительно Они искренне это ждали Но мы как бы Как я уже сказал Что усматриваем В этом нотку грусти И понимаем Что все-таки Какая Грусть И печаль была В сердце Христа И единственная У кого Грусть была В душе Даже не у учеников И не у той толпы Которого окружала А в сердце Иисуса Христа Который Абсолютно Точно понимал Что Его ждет Завтра И что Его ждет Через несколько дней Если вы вдруг Были А скорее всего Многие из вас Были в Лос-Анджелесе И там есть На Глендале Очень такое Большое Кладбище И На этой горе Есть один музей Там есть Недействующий Уже Такой Церковь Вот И музей И в этом музее Хранится картина Называется Распятие Это самая большая Картина Которая есть Вообще в мире Если кто был Тут наверное Видел эту картину Кто не был Я вам рекомендую Поехать посмотреть На эту картину Там этот писатель Изобразил Последнюю неделю Жизни Иисуса Христа Она настолько большая Не знаю Если по периметру Посмотреть Наверное Вот такая она Как эта вся стена И высотой Примерно такая же И вот там есть Определенное Время Когда Ну я не знаю Кто это Гид скажу так Гид по картине И вот Когда есть там время Когда приходят Слушатели Садятся Выключают свет А потом Лучик света Направляется На каждую деталь Которую писал Вот художник Из этой картины Там вот Распятие Показано Как Христос На кресте Показано Как отрекается Петр Петух кричит Показан Весь Иерусалим Обыватели Обыкновенные Которые проживали В Иерусалим И мы Дела не было Что там происходило На Голгофе Им и дела не было У них была Своя собственная жизнь И вот этот художник Показал Вот В своем воображении Как он представляет Иерусалим Но это он показывал Уже исходя из того Что написано В Евангелии Как все происходило То есть Он читал Евангелие Смотрел назад В историю И это все Запечатлел На картине Иисус смотрел На всю панораму Событий Как на все То что должно Произойти И в точности Все понимал Что с ним Произойдет И не только с ним А с Иерусалимом И со всем тем Что находилось Тогда В тогдашнем мире И он не только Понимал события Он понимал Все чувства Которые Будут переживать люди Он понимал Что они будут Говорить Он знал Что они будут Говорить И что они будут Чувствовать В отношении к нему И в отношении Всех тех событий Которые будут Там происходить Это говорит О его божественности И первое На что хочу Обратить внимание Из этого текста Который мы С вами прочитали Это говорит О божественной природе Нашего Господа Иисуса Христа Понятно Что есть история Иисус вошел В Иерусалим Мы читаем Но что мы читаем Между строк Что мы видим В этой истории Люди видели Человека Въезжающего В город Иерусалим На осле Они видели В нем Ну скорее всего Сына Давидова Они видели В нем Скорее всего Мессию Но в конце Кого они В нем Видели Когда мы С вами читаем Евангелие От Иоанна И кстати Сказать что Четыре евангелиста Описывают Это событие И Матфей И Марк Мы сегодня Слышали И вот Лука И брат Анатолий Я зачитал Из Евангелия Луки И еще Иоанн Добавляет Некоторые штрихи К этой картине Которая Описана В Евангелии Так вот Евангелие От Иоанна Написано Когда все это Произошло И когда уже Как бы Настал вечер То люди Спрашивали Кто же Все-таки Этот И дальше Написано Это пророк Из Назарета Вот с одной Стороны Синдром Толпы Кричит И все Кричат Что это Осана Сыну Давидову Как бы Мессия И непонятно Может быть Кто-то думал Ну я В этой толпе Буду кричать То что Другие кричат В основном Это происходит Когда человек Находится в толпе Так вот Люди до конца Не понимали Что это Бог Но это Бог Это тот Который Сотворил этот мир Который Все контролирует И абсолютно Все знает Это он Въезжал в Иерусалим Это он Въезжал В этот вечный город Его город Который был Им задуман Запланирован И под его контролем Он находился Тогда и находится Сегодня Итак Мы с вами Прочитали Что Иисус Христос Когда Приближался Вот К Иерусалиму То он послал Двух своих учеников Для того Чтобы они Привели ему Ослицу И осленка Привязанную Мы видим здесь Что Иисус Христос Абсолютно знает О событиях Которые будут происходить Об обстоятельствах Которые Лежат Впереди Него Для того Чтобы Войти в Иерусалим А это уже было Не первый раз Когда он входил В Иерусалим Не первый раз Но это был Особенный момент Когда Иисус Иисус должен был Войти в Иерусалим Как царь И во втором пункте Мы поговорим О том Что во Христе Исполняется Пророчество Которое связано С Мессией До года Иисус Христос Прекрасно понимал Что это последний раз Когда он ходит В Иерусалим В своей земной жизни Дальше Это будет Другая совсем история Но сегодня Он ходит в Иерусалим Как царь Как Мессия Которому принадлежит Действительно Почести Царя Мессии Израилева И он здесь Представлен Как царь Как Мессия Он все знает Он знает Где находятся Вот эти животные Он знает Что будет Говорить Хозяин И он заведомо Вот этих вещей Говорит своим ученикам Когда вас Просят об этом То вы скажите ему Что о Эти животные Надобны Господу И он тут же Отпустит его А тут же Отпустит этих животных Здесь проявляется Божественная власть И сила Бога Которая показывает Что Господь Все контролирует И абсолютно Все знает Мы сегодня Слышали Вот проповедь О прощении Да И когда Иисус Христос Находился В доме Когда принесли Расслабленных То люди Начали возмущаться И думать Кто он такой Что может Прощать грехи И написано Господь Зная их Помышление Говорит Что легче сказать А вспомните Этот же евангелист Описывает ситуацию Когда Христос Вошел в дом Симона Прокаженного Еще написано В дом фарисея И он когда Он когда там Вкушал И женщина Одна Написана Грешница Омывала ноги И волосами Отирала То этот человек Который пригласил Христа В гости Подумал о себе Если бы он был Пророк То он бы знал Какая женщина К нему Прикасается Господь Тут же ему говорит Слушай друг И приводит ему Такой задает вопрос Как притчу Кому больше прощено Действительно Кому много прощено Тот больше любит И снова хочу показать В этих двух примерах То что Господь знает Даже то что Возможное Не то что произойдет А даже то что Возможно Может произойдет А может и нет Он знает движение Наших мыслей Абсолютно Все знает Он знал то что Скажет им Его ученикам Этот хозяин Животных И он знал Что если он Скажет Он их отпустит Друзья мои Признаем ли мы Господа Иисуса Христа Как Бога Который сошел На эту землю Для спасения Всего рода Человеческого Который воплотился И стал Сыном человеческим Для того чтобы Взойти на крест Голговский Или это только Знаете Наше умственное Представление Об Иисусе Христе Да мы знаем Что он Бог Но Бог там Где-то далеко За облаками Он вообще Не вникает Наши проблемы И нужды Да он Ему Мы безразличны И он ничего не знает Что я думаю Как я живу Друзья мои Бог все знает Абсолютно все И интересно Сегодня Пастор Вениамин Сказал такую вещь Что Вот есть Писание Есть сила Божья Вчера Вчера довелась Беседовать С одним Молодым Человеком С детства Верующий Ну будем так Говорить Да Ребенок Верующих Родителей Сейчас живет Сан-Франциско Когда мы с ним Встретились Начали там С ним беседовать Понимая Что он далек От Бога Он говорит Ну в собрание Не хожу Зачем Бог в душе Этого достаточно Я знаю Что Господь есть Бог есть Но я вот Иногда молюсь Иногда читаю Библию Сколько раз Он говорит Ну пару раз В месяц С детства Ходил в собрание Это наш племянник Действительно Душа болит За человека Начинаешь С ним беседовать Вообще далеко Человек понимает Что Бог есть Но силы Божьи В нем Вот этого полного Понимания Что Бог Есть тот Который Заботится о нем Печется И желает ему Самого наилучшего В жизни Он это Убирает от себя И думает Что он лучше Может построить Свою жизнь Под своим Собственным контролем Нежели если он Свою жизнь доверит Богу И он думает Что Бог Не видит и не знает Что он делает Бог все знает Проблема человека Что мы иногда На умственном уровне Воспринимаем Что вот Господь есть Иисус Христос Божественная личность Но господство Его до конца Не допускаем В своей жизни Не даем ему Места в нашей жизни Это то что Происходило тогда С этими вот Учениками С народом И учениками Которые встретили Иисус Христа Они кричали С нашей стороны С нашей стороны То же самое Происходит Друзья мои Когда мы До конца Не создаем Что Бог Сделал для нас И кем Он для нас Является Происходит Вот такого рода Предательство Когда мы Идем на поводу Своих каких-то Низменных чувств Своих каких-то Душевных пороков Строим свою жизнь Независимо от Бога И думаем Что это лучше для нас Это всегда Придет нас в тупик И когда в тупик Мы приходим Когда мы приходим Полное духовное банкротство Мы вспоминаем о Боге Господи Приди до помощи Помоги И мы не вправе Осуждать этих людей Которых О которых мы читали Они тогда не знают Что их ждет Через неделю Мы сегодня знаем Что ждет их Через неделю И хорошо знаем Нашу собственную жизнь Когда мы сегодня Клянемся И обожимся В верности Богу А завтра Вступаем В какой-то Компромисс С этим миром Компромисс С своими какими-то Чувствами Переживаниями Которые Вот там Глубоко В нашем сердце Находятся Но будем помнить Что Господь все знает Некоторые боятся Божественности Христа Боятся Его всеведения Все знания Его контроля Я радуюсь этому Я радуюсь тому Что Бог Абсолютно знает Все в моей жизни И потому Он может прийти Мне на помощь И тогда Когда мне хорошо Мне хорошо с ним И когда мне трудно Знаю Что Господь Поможет мне Потому что Он абсолютно Все знает От него Ничто не сокрыто Мы только Сегодня узнаем Некоторые вещи Которые были В жизни Моих детей Они вот Сидят за столом Иногда Собираемся Так семьей И они вспоминают Детские Свои шалости Начинают рассказывать И мы так смотрим На них И думаем Ну вот молодцы Они все скрывали Что там Как там Такие мелкие шалости Нормальные Но когда есть Тяжелые какие-то Вы знаете Проступки Где наше Влияние Было бы оказало Позитивный Какой-то эффект Это могло не произойти Но мы не знали Как вмешаться в ситуацию Нам никто не говорил И мы не знали Или я вспоминаю Свои детские годы Когда Знаете Потом Я говорю Мам Ну было в моей жизни Вот так Она Как же такое Было И все скрывают Но если бы родителям На йоту Было бы открыто Они бы наверное Помогли нам Не оступиться В какой-то данной ситуации Вот то же самое у Бога Он абсолютно все знает Он готов прийти нам на помощь И в этой ситуации Когда Христос шел В Иерусалим Открывается его Всеведение Божественная Вот эта природа Всезнание И всемогущество И дай Бог Чтобы мы это понимали И чтобы помогало нам Это в духовном росте Братья и сестры Как я уже сказал Вот об этой картине Упомянул Распятие Да, художник Запечатлел эти моменты Но он не может В картине показать Что кроилось В сердце этих людей Которые там находились И даже те Войны Которые распинали Христа Что в их сердце Тогда находило Он просто показал Что это было Но заметьте Христос Абсолютно знает Движение Каждой мысли Нашего Естества И давайте Все-таки Все-таки быть ответственны Кто-то может Вот такого земного Какого-то устройства Может быть комфорта В нашей жизни Внутренний мир Это и пророк Это и пророк Захарий Они в нем Масленки В город На ослах И когда въезжал Судья из-за Судья из-за Кроткий Это снова Элемент Который отмечен Будет предан Кто-то не мог высчитать Дальше написано Что будет Разрушен Иерусалим И до сего дня Мы это С вами видим Это пророчество Оно сбылось И еще сбудутся Многие пророчества Которые Каким-то образом Связаны с приходом Нашего Господа И с тем Что ожидает нас В будущем Следующий момент На что хочу Друзья Обратить внимание Это Забота Господа О божественном Забота Господа О нашей С вами душе Сегодня уже Говорилось Неоднократно И в пении Вот Братья Когда передо мной Говорили Что Иисус Христос Шел в Иерусалим Зная что его там ожидает И наверное Не каждый бы Отважился На этот путь Но Христос Хотел достичь Того результата Который был Запланирован Вот в божественном Промысле По спасению Человеческой души Его ничто Не могло не остановить Ни предательство Которое его ожидало Ни какие-то Другие моменты Вот Порочности Души человека Он любит душу И потому он идет Для того Чтобы спасти человека Ничто не может Его остановить Абсолютно Ни насмешки Фарисеев Ни смерть Ни предательство Своих близких друзей Ничто Он идет Чтобы спасти душу И когда Он подошел Подъехал Написано Подошел к Иерусалиму Написано Заплакал Он плакал Об этом городе Потому что Он знал Состояние Этого города Внешне было Все красиво Внешне было Все хорошо Совершали Служения Была череда Священников Которые совершали Свой труд Ну в общем-то Храм на месте Стоит Вроде бы Все хорошо Другого Такого храма Наверное Еще бы никто И не построил Который был Вот Так сказать Реконструирован Или же Ну приведен в порядок Царем Иродом Он даже был Великолепнее Храма Который построил Соломон Ну так говорят То есть такое великолепие было Хотя храм Соломона Тоже это было Величественное здание Но тот такие краски Привнес Что вообще Люди Считали его чудом Одним из чудес света Семьи чудес света Поэтому Все вроде как бы На своем месте Но Христос подошел И плакал в Иерусалиме Понимая Что есть в сердцах людей И к чему они стремятся В своей жизни И сегодня Наверное Кто был в Иерусалиме Кто был в Израиле Наверное Понимает Иисуса Христа Что действительно Есть города Которых нужно плакать Это прежде всего Иерусалим Когда приезжаешь туда И смотришь На все там Что происходит Знаете Просто Действительно Сердце обливается Кровью Или слезами Да Вот центр Средоточие Божественного Там даже в воздухе Вот витает Вот этот дух Присутствие Бога Но это Иерусалим Это Там просто нужно побывать Все-таки Кто не был Посмотреть на все эти вещи И прочувствовать Вот это То что есть В Библии То что есть Вот В нашем сердце В отношении Христа В отношении Вот описаний Которые мы видим В Ветхом Новом Завете Так вот Есть другое нечто То что Приводит В смущение Христос там просто Это как бы Часть Ихнего бизнеса Евреи Сильно Стоят в оппозиции Всему христианскому И прежде всего Христу Но ради того Чтобы получить Прибыль Потому что там Большое паломничество Христиан Туда никто больше не едет Кроме христиан Почему потому что Вот что нас туда влечет Посмотреть вот эти Исторические Достопримечательности События И вот они туда Нас впускают Даже для многих стран Они сегодня сделали Безвизовый режим Чтобы люди Как можно больше прижали И оставляли там Своих средств Христос как приманка Они против него Они вообще не хотят О нем говорить Но Вот Христос Это там просто На устах Только для того Чтобы Снять какую-то мзду Или заполучить Какую-то Какую-то Прибыль от этого Это печаль Это печаль Это потому что Мессия пришел Для этого города В принципе Бог Создал этот народ Он Дал ему все необходимое И они вдруг Отвергают все то Что Богом предусмотрено И прежде всего Отвергли свою Мессию За этот город Действительно Нужно молиться И плакать Но знаете Есть и другие города Например Сан-Франциско Да Мы вчера там были И проезжаем Возле одного Здания Несколько Реет Несколько таких Знамен Флаг Америки Флаг Калифорнии И Весь такой Разукрашенный Полосами Радуги Тоже Вот Три флага Стоят Рядышком Который Говорит О их Либеральном Отношении Вот К секс-меньшинствам Людей нужно Любить Но то что они делают Это конечно Библия это все осуждает Но мы видим Насколько там Развращен народ В принципе Народ везде развращен Но то что там происходит В этом городе Это вообще Ужас А в Украине Мы сегодня плачем Но вот однажды Христос сказал Чтоб мы плакали Не о городах А плакали о себе И о детях наших Вот это Главное Составное Чтоб мы плакали о себе О детях наших Да мы сегодня Слышали Что нам прощены Наши грехи И Господь Действительно Прощает Эти грехи Раз и навсегда Когда Приходит К Богу Кающийся грешник Бог покрывает Его своей любовью И кровь Нашего Господа Покрывает Все грехи Он пострадал За грехи людей Он поднимает Нас на высоту Детей Божьих Но с другой стороны Остаются вот эти Остаточные явления Которые еще Преследуют нас На протяжении Всей нашей жизни Те пороки И грехи С которыми мы еще Боремся И которыми мы Пытаемся сопротивляться Но иногда Они нас настигают И повергают Нас в пучину Господь хочет Чтобы мы Преображались В Его образ Он хочет Чтобы мы действительно Плакали О своем состоянии Мы прощены Мы дети Божьи Но иногда Происходит такое И удивляешься Как ты вообще Мог так поступить Когда идет Какой-то компромисс Когда идет Где-то Ну Уступка Каким-то Непонятным вещам Которые Еще гнезятся О моем сердце Во-первых Какой-то Не знаю Эгоизм Присутствует В сердце нашем Какие-то Пороки Которые Может быть Они Не видны Людям Но не присутствуют Во мне Они присутствуют В человеке От этого нужно Избавляться Потому Господь хочет Наравне с радостью О спасении Чтобы понимали Что мы еще на пути И что у нас еще Предстоит Очень большая Борьба Вот Духовная борьба По искоренению Вот этих Остаточных явлений Которые еще есть В нашей Душе В нашем сердце Я думаю Вы меня понимаете Друзья Прочитайте Духовную войну Джона Будьяна Вы там Очень много поймете Путешествие Великрима Замечательно Когда человек Идет к Богу И находит Бога И когда Груз, тяжесть Грехов Спадает у Креста Христова Прочитайте Духовную войну Вы там Надете ответы На многие вопросы Аллегорически Этот человек Представляет Борьбу нашей души Со всеми теми Страстями Которые покоятся Еще в нашей душе Вот об этом Господь говорит Плачьте о себе И о детях ваших Мы спасены Но спасены В надежде Мы еще на пути Нам нужна Сила Господня Нам нужна Помощь Божья Чтобы побеждать Какое-то Самодовольство Какое-то Самохвальство Какой-то Какой-то Эгоизм Присутствует Гордость Гордость Тогда Когда Мы делаем добро Мы себя выпячиваем А когда Мы Какой-то Проступок Совершаем То мы Обязательно Найдем Виновных Виновные обстоятельства Виновные люди Но в коем случае Не я Это говорит О нашей гордости Это говорит О нашей тщеславии К сожалению Это присутствует И Господь говорит Плачьте о себе Детях ваших Не в этом тексте Чуть позже Когда он шел на Голгоф И действительно Как много Мы должны еще Думать О исправлении О духовном росте О том Чтобы действительно Господь изобразился В нашей душе О наши друзья О наши родные О наши дети О наши родители Те кто Еще не знают Бога Как много Мы о них думаем Как много Мы им говорим О Боге Как много Мы о них молимся Друзья Потому Когда Христос Подошел к Иерусалиму Он заплакал Наверное Иногда Вот такие чувства Испытывает он И в отношении Нашей жизни Но дай Бог Чтобы мы были победителями Чтобы действительно В нашем сердце Была радость спасения И чтобы это был Такой Свежий импульс Для победоносной жизни Во Христе Иисусе Еще очень важный момент Когда Христос Вошел В Иерусалим Написано Он вошел в храм Это был физический храм Это был построенный храм Но Сегодня Писание говорит Что Во-первых Христос не пошел В приторию Он не пошел Там где находился Ирод Он не пошел Туда где находился Пилат Он не пошел В Кесарию Где находилась Резиденция Римского прокуратора Он пошел В то место Что принадлежит Его отцу Он пошел В храм Люди Которые его ожидали Они думали Что вот Мессия Освободит от рабства И придет Наконец-то Золотой век Для израильского народа Сегодня Если вы придете В Иерусалим И спросите Ожидайте вы Мессию Ожидаем Для чего он вам нужен А чтобы Прогнать этих Ненавистных арабов Чтобы наконец-то Наша территория Наши границы Были восстановлены По библейским Так сказать Границам Вот для чего Мессия Но Мессия пришел Не восстановить Не восстановить Пределы Физического государства Которое называется Израиль А чтобы Освободить нас От Рабства греха И там навести порядок И вот действительно Наше сердце Сделать Государством Где царит Сам Бог Когда он пришел В храм Он выгнал там Миновщиком Безобразие Которое творилось Он там навел порядок Друзья мои Бывает смятение В нашей душе Бывает непорядок Но помните Господь Он хочет Чтобы в нашей Душе и сердце Был порядок И это как Метафорически Как иносказательно Можно указать На нашу душу Апостол Павел Послание к Оримфинам Говорит о том Что мы сегодня С вами Храм Духа Святого Шестой главе Он об этом говорит Что мы сегодня Храм Духа Святого Святое святых Там употребляется Греческое слово Которое указывает Не просто на храм Который имеет И женский двор И двор язычников И храм Где лежали Хлебы предложений И многие другие А именно Святое святых Где встречается Бог с человеком Где ковчег завета Где херувимы Там были Крылья Над этим ковчегом Херувимом Находились Где открывался Бог Первосвященнику И так далее Там это слово Потребляется Святое святых Наша душа Сегодня Наше сердце Это святое святых Для Бога Что там сегодня В этом сердце Находится И вот во свете Этого праздника Хотелось бы Чтобы мы посмотрели На себя Что там находится И последнее Все-таки Самое основное Наверное Это смысл Этого праздника В чем же он все-таки Заключен Почему все-таки Это был торжественный Въезд И в это время И в том месте Это не посвятить Вербы Как сегодня Верное воскресение Если мы посмотрим Когда будет Православную Пасху Православная Пасха Будет так называемая То будем смотреть Там Очереди людей Будут идти в храм Для того Чтобы вот С вербами Ну вы помните Мы жили Многие В православных Своих странах И так далее И понимаем В чем это Люди далеки Вообще от праздника Главное Вот вербу посвятить Но смысл праздника Заключает в том Что Как сказал Иоанн Креститель Вот идет Агнец Божий Который берет На себя Грех мира Праздник Пасхи Который мы будем Праздновать Через неделю Говорит Прежде всего Говорил Для израильского народа Об освобождении Израиля Из Рабства египетского И там был Принесен жертву Пасхальный Агнец И кровью его Были помазаны Косяки Дверей Чтобы не вошел туда Ангел-губитель И таким образом Господь Спас народ Израильский Он вывел их Из рабства Египта И дал им Землю Освободил их Вывел их Из рабства Дал им Свободу Смысл Смысл Прихода Христа Пасхальный Пасхальный Агнец И вспоминался Выход Израильского народа Из Египта Так вот Иисус Христос Вожает Иерусалим В тот день Когда Вводили Этого Пасхального Агнца В дом Где он Содержался Еще некоторое Время Там пять дней И после этого Его заколали И Это было Воспоминание Об освобождении Египетского Рабства Это пророчески Все Это все Мы видим Вот в духовном Смысле Здесь мы видим Торжествие Ведения Христа Иерусалим Но духовный Смысл Указано То что Действительно Агнец Божий Не просто Животное Принесено В жертву За грех Человека И это Что дело Только напоминало Каждогодно О наших грехах Но смыть В совести Не могло Не могли Животные Их кровь Освободить Нас от грехов Только смерть Сына Божия Могло принести Нам полное Освобождение Прощение грехов И дарвичной жизни И в этом смысл В том что Христос вошел В Иерусалим Как Агнец Божий И он понимал Что через Пять-шесть дней Его принесут В жертву На Голгофе Действительно Он Отдаст себя В эту жертву Для того чтобы Спасти нас друзья Чтобы мы имели Спасение И жизнь вечную Поэтому В этом празднике Мы находим радость Радость того Что Мессия пришел Спаситель пришел В этот мир Но как написано Когда Христос Иисус Христос Воскрес из мертвых Написано Что ученики Которые видели Его воскресшим Бежали к своим друзьям И у них написана Была радость И великий страх Вот в этом празднике Тоже должно Наверное быть И радость И страх согрешить Радость о прощении грехов Радость о спасении И страх перед согрешениями Страх перед Огорчением Когда мы можем Огорчить нашего Господа И чтобы это присутствовало В нашей жизни Помнили что мы достались Господу Очень тяжко Большой ценой И чтобы Не было в нашей жизни Компромиссов Чтобы не было в нашей жизни Знаете Вот в каких-то моментах Где мы проявляем Какие-то моменты Предательства Возможно Может это не предательство Но по крайней мере Огорчение И доставляем Какие-то Ну Моменты В жизни нашей Которые И небо огорчают И христианство И церковь Пусть Бог нас в этом Благословит И пусть Он будет Прославлен в нашей жизни Бог наш Отец Сынстой Дух Аминь Давайте помолимся Благословенный Господи Мы Как дети Твои Предстали Пред лицом Твоим Святым Мы благодарим За Твою благодать И милость Благодарим Тебя За прощение Грехов За искупление За курот Твою Святую Которую Ты пролил На Голговском кресте И Ты это сделал Ради нас Каждого Кто Родится в этом мире И Ты желаешь Спасения Каждой душе Благодарим Тебя Господь Что Был этот Торжественный Въезд в Иерусалим Что в этом Было Исполнение Всех пророчеств Которые связаны С пришествием Мессии Первого пришествия И мы Благодарим Тебя За то Что мы имеем Эту веру Мы имеем веру В то Что Ты уже пришел Однажды И еще придешь Для того Чтобы Уже не идти На крест Голгов И страдать За грехи людей Для того Чтобы уже Судить этот мир Судить правильно Судить справедливо Господь Ты в свое время Провел милость Но придет время Когда Ты будешь Строгий судья И спросишь У каждого человека За то Что он делал на земле Доброе или худое Поэтому просим Господь Благослови нас Во свете этого праздника Посмотреть на свою душу Посмотреть В свое сердце И увидеть себя При лицом Слово Твое Господь Помоги нам Боже мой Возрастать благодать И познание Истинных святых И помни Что Ты наш Бог И мы должны Подчиниться Тебе Полностью Чтобы Твое Господство Оно реальным Было в нашей жизни Благослови Каждого из нас Благослови Господь Страну Которую мы живем Благослови Наших родных И близких И даруй Чтобы В этот день Господь И в этот час Еще многие задумали Своем спасении За все Прославься Бог Наш Отец Инстой Дух Аминь Слава Богу За слово Которое сегодня Мы услышали И действительно Еще раз Убедились В благодати Господней Друзья мои Народ ликовал Как мы сегодня Слышали Но вы знаете Небо Выбирало Ангца Небо Вводило Ангца В Иерусалим Который будет Заклан За грехи Людей Сегодня Если Господь Касался Ваших сердец Если Если вы Желаете Примириться С Богом То пожалуйста Сделайте это Ради Господа Иисуса Христа Для того Чтобы обрести Обрести Спасение В Иисусе Христе Сейчас перед нами Материальное служение Как мы с вами Говорили сегодня Сбор Пойдет Поддержку Семьи Статьяны Нищеретовой Поэтому Пожалуйста Поучаствуем Для того Чтобы Господь Также благословил Эту семью И прославился Также в этом День Прошу группу Общего пения Мы вместе Будем петь И Назидать Друг друга Общим пением Спасибо за субтитры 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 На столике Есть еще Списки Вы можете записаться И Если у вас есть Возможность Пребывать в молитве И в посте То сделайте Это Также И Это Несколько Объявлений Хотелось бы Напомнить Начнем Наверное С молитвенных Нужд Мы будем Молиться О том Чтобы Господь Благословил Сестру Марьяну Хмелик И ее деток Которые Сильно Заболели Будем молиться Чтобы Господь Истелил Также Сестра Валентина Арнаут Она поправляется От болезней Будем молиться Чтобы Господь Благословил Ее выздоровление Будем молиться О здоровье Сестры Ольги Горобчук Она в преклонных Годах Будем молиться Чтобы Господь Благословил ее Также Будем молиться О братьях И сестрах Которые Будут возвращаться Из отпуска на этой неделе, чтобы Господь благословил их пути. Также завтра брат Виталий Белоус уезжает в Молдову. Мы помолимся, чтобы Господь благословил его перелет туда, благословил его пребывание там, также благословил его супругу, сестру Клавдию. Ей, кстати, сегодня исполнилось, ну, не будем говорить сколько лет, но скажу так, чем больше день рождения, тем лучше, потому что тем больше человек живет, да. Так что, сестра Клавдия, мы поздравляем вас сердечно с днем рождения, да благословит вас Господь. Также сестра Наталья просит, чтобы помолиться о ней, у нее важное собеседование в этот вторник, чтобы Господь ее также благословил. А Евгений, да я извиняюсь, собеседование у Евгении. Мы будем молиться за эту сестру. Ну и еще одно важное объявление. Я хотел бы сегодня, братья и сестры, представить вам двух молодых людей. Писание говорит, что это благословение, когда в народе слышится еще голос кого? Жениха и невесты. Серьоне, вчера у меня была возможность посетить семью Наташи Ломовой, где она, наша сестричка. И там же был брат Максим, который пошел туда с определенной миссией. Вот, я попрошу вас выйти вперед. Пожалуйста, были также родители этих молодых людей, когда они говорили о их совместном предстоящем будущем. Так что сегодня, дорогие мои братья и сестры, разрешите вам представить жениха и невесту, сестра Наташа и брат Максим. Они готовятся к тому, чтобы вступить в брачные узы. Я хочу сказать, что жених и невеста – это еще не муж и жена. Поэтому, пожалуйста, ведите себя чисто, свято, целомудренно, чтобы ваш добрый пример был хорошим для всех окружающих людей, чтобы люди, видя вас, могли прославлять Отца нашего Небесного. Да благословит вас в этом Господь. Поэтому сейчас время для молитвы. Мы помолимся о том, чтобы Господь благословил подготовку к браку и все предстоящее ваше будущее, которое, кстати говоря, сокрыто, как и наше в руках Господне. Помолимся. Милосердный Отец Небесный, в этот день мы радуемся тому, что Ты с нами. Радуемся тому, Господь, что Ты посещаешь нас Духом Твоим Святым. Радуемся тому, Господь, что Ты ведешь нас в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, Господь, за церковь Твою, которую Ты создал. И, как Ты сказал, врата ада не одолеют, и поэтому привилегивает для нас сегодня находиться в Церкви Твоей, Отец Небесный. Наша также молитва о том, чтобы Ты благословил тех еще людей, которые не знают Тебя как своего личного Спасителя. Мы просим Тебя, чтобы Ты вел их Духом Святым, покаянию наших родных, близких, соседей и всем тем людям, которым мы свидетельствуем о Тебе, нашим славным Господем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, о том, что Ты печешься о Своей Церкви, но также мы просим Тебя о том, чтобы Ты обратил внимание на тех, которые сегодня болеют. Мы просим Тебя за семью Хмелек, просим Тебя за сестру Валентину, просим Тебя, Господь, за сестру Ольгу и за многих других братьев и сестер, которых мы несем на руках молитвы, представляя их дело перед Тобой, чтобы Ты исцелил их ради имени Твоего Святого. Благослови, Господи, также Евгения, у которого будет собеседование во вторник. Мы просим Тебя, чтобы Ты все устроил по воле Твоей. Господи, благослови по местную церковь, все устрои для славы Твоей, чтобы мы также исполнили Твою волю и Твое предназначение. Мы также, Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил и семью колесников, брата Петра и сестру Ольгу и Эмочку, которые переехали в другой штат. Мы просим Тебя, чтобы Ты прибыл с ними, Господь, и хранил их в Твоих руках, где они будут находиться. Также мы просим Тебя, Господь, милосердно и сегодня за сестру Наташу и брата Максима. Радуемся тому, что они Твои дети, что они познали Тебя как своего личного Спасителя. Радуемся тому, Господь, что Ты открыл им волю Свою о их предстоящей совместной жизни. И мы просим Твоего благословения, чтобы Твоя милующая рука всегда была над ними. Храни их от зла, чтобы они не горевали. Родители их благослови. Благослови их родных и близких, которые сегодня вместе с ними радуются об этом решении, которое они приняли в своей жизни. Благослови их, Господь, своим обильным благословением. Мы просим Тебя, Господь, также о всех нас, чтобы Твоя милующая рука пребывала над каждым из нас, над нашими домами. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любого Бога Отца и общения Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны, мои братья и сестры. На улице можно продолжить еще общение. Если у Вас есть желание поздравить жениха и невесту, то Вы можете это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...